И Цезик наш, собачка. Мы с Луганска. Когда мы уезжали, там били, грохотало все. Мы так припугались с Танюхой, с моей соседкой. Мы думали, что там вообще все разбили. Оказывается, они там перебили, газопровод перебили. Потом у нас там эту, как они называют, заправку разбили, перебили. Все горело, страшно все было. Мы всю ночь плакали. Больные люди, все перепугались. Обстановка была очень плохая, и мы решили уехать. Мы уже стреляли, слышно было. Страшно было за целью гонку, он небольшой. Смотрели вчера без обращения? Ждали, когда нас признают. Раду больше признали. Конечно. Ура! Россия! 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 Раду больше не спали, переживали, как вывезти детей. И в 4 утра мы на первый рейс и калидором выехали. Я, допустим, живу в Лутуинском районе, поселок Юрьевка. Возле нас полигоны, там были учения. Все надеялись на то, что учения. А что было на самом деле, мы не знаем. Где-то стаканов уговорили, стреляли, где-то поселки бомбили. Поэтому мы не знаем. Мы надеемся, что они отгонят уже эту украинскую армию. От наших границ. В 8 лет они уже там бахают. Сколько уже можно. Знаете, сколько там у нас уже первомайские калиновые людей полегло. Там отделение разграничений. Там же постоянно люди едут. А ополченцев знаете, сколько уже похоронили. Уже кладбище забитые все. Молодые. Сразу, как только началось, объявили. Мы сразу побежали на автовокзал, записали всех нас. Сразу в автобусы. И сюда. И на Изварина. На Изварина. Тут нас принял Ростов. Вообще очень большое спасибо. Люди такие добрые. Не знаю прям, как нас лелеять. Что нам принести. Что вы хотите. Вам это дать и это. А что еще вам надо. Ну давайте нам шампунь. Давайте порошок. Дать это то. Все. Мы вот это не успели. Все несут. Молодцы. Мы очень рады. Что наш Путин. Наш Владимир. Путин. Как его по отчеству. Владимирович. Владимирович. Так очень хорошо к нам отнесся. К переселенцам. Все предоставил нам. Дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни. А самое главное. Что мы признанная уже республика. Что не будем ховаться вот там, где мы ховаемся без конца и края. Бьют нас непонятно за что. За то, что мы не хотим с ними. Потому что мы любим Россию. И мы хотим получать паспорта российские. И быть членами России. Большой страны. Гражданами. Значит, Российская Федерация нам выделили на первое время сумме 10 тысяч. Деньги уже получили, поступили на наш счет. Мы уже даже с мужем сходили и получили эти деньги. И теперь, конечно, мы немножко увереннее в завтрашнем дне. Мы можем завтра, допустим, рассчитывать на какие-то переезды или отъезды и все прочее. В 2014 году у тебя ничего никаких не было? Мы не будем вспоминать то. Да? Да. А почему? А зачем? Я, например, если бы не вспомнила, я бы туда не приехала. Как я попала под эту бомбежку. Вот она попала. Я сразу уехала. Как это называется? Кассетная бомба. Осколочки, да. И я сверстаю в углу в комнате и говорю, знаете, как конец тебе уже, наверное, пришел. Когда через время тишина я выглядаю, стекол нету совершенно. А думаю, а как же там шифер полезла на... А там такие вот, как душлаг. Ну вот, вроде же и нету серьезных разрушений. А если бы я была на улице, это кусочек у меня была бы смерть. А здесь как по школе, по детскому садику планируете как-то устраивать? Ну, вообще, мы планируем уехать домой, если... Ну, я вот лично, я до понедельника, как бы неделю-полторы я посмотрю, если в Луганске будет спокойно, то там работа ждет. Хотелось повернуться домой. Да, потому что там работа и школа, и все там. Потому что здесь все временно, а детки у нас не привыкли. Хочется спокойствия, тишины, мирного неба на желании. С тобой вернуться. Б拓усь. Субтитры создавал DimaTorzok